Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Давайте не будем томить, сразу перейдем к российской валюте и нефти. Рубль на текущей отметке, судя по открытию, уже гораздо выше, чем закрытие прошлой торговой сессии. Несколько минут назад актуальная котировка была в районе 52-30. Что касается нефти, то, думаю, уже посмотрели, что черное золото у нас корректируется. Может быть, наконец-таки, это то самое логичное, фундаментальное движение, которое мы, в принципе, ожидаем уже довольно-таки давно. Но почему-то в последнее время бренд у нас кораблся уверенно вверху и умудрился даже закопиться выше 65 против 65 долларов за баррель. Текущая котировка, актуальная котировка нефти по бренду это 64. Думаю, что через несколько минут уже будем тестировать этот уровень и окажемся ниже. В целом, говоря про поведение нефти, сейчас трейдеры ориентируются на очередные данные по запасам нефтересурсов в США. Это API и Минэнерго США. Ожидается, что текущая неделя по счету станет какой? По возможному росту запасов. 16-й недели подряд. Завтра подведем итоги данных по API, но я думаю, что все-таки действительно можно делать ставку на увеличение запасов и еще большую концентрацию углеводородов в Кушинке. С чем это связано? Это связано с тем, что последнее восходящее движение нефти приостановило закрытие буровых станций, специализирующихся на сланцевом месторождении. Вкратце мы вчера коснулись этой темы, отметив, что цены на нефть, которые задрались до таких уровней, снова создают возможности для рентабельного бизнеса, для сланцевых производства и выработки. Но с другой стороны у нас есть ОПЕК, который когда-то прикрыл эту лавочку уже, помните, ноябрьское заседание и решение сохранить совокупные объемы добычи нефти на уровне 30 миллионов баррелей в сутки. Сейчас, если снова угроза пойдет и США, я думаю, что мы услышим либо об увеличении объема добычи в Саудовской Аравии на текущий момент составляет 10,7 миллионов баррелей в сутки, практически исторический максимум. Поэтому вполне возможно, можно будет ожидать то, что ОПЕК, конгломерат нефтяных производителей, все-таки предпримет всевозможные усилия для того, чтобы сохранить свой гегемон на рынке энергоресурсов и при необходимости будет удерживать свою позицию как раз непосредственным влиянием на цены. Сейчас делаем ставку на коррекцию нефтяного ресурса. Я думаю, что если нефть предпримет еще попытку снова закрепиться выше 65, можно будет рассматривать этот уровень как отличная возможность поставить отложенник сел-лимит. Что касается российской валюты, то, разумеется, раз скорректируется нефть, это, соответственно, фактор давления для рубля. Если мы оценим еще национальный макроэкономический фонд, то здесь стоит отметить практически завершение пиковых платежей по налогам. Сегодня последний день ливийной части налоговых обязательств останется позади. И можно сделать вывод, да и в принципе его можно было сделать еще по итогам прошлой торговой сессии, о том, что российские экспортеры запаслись необходимым количеством рублевой ликвидности. И объемы продаж валюты, они уже не такие активные, как, допустим, по итогам заключительных сессий прошлой недели. Другой фактор давления на рубль – это спиктивный интерес трейдеров именно к американской валюте. Сейчас снова предопределяется и предвосхищается возможность девальвации рубля, поэтому население активно продолжает избавляться от рублей, закупая доллар в надежде на то, что именно девальвационные ожидания – снова вернуть пару доллар-рубль выше уровня 55. Ну и, конечно же, самый важный катализатор движений для рубля – это предстоящее заседание Центрального банка России. Оно назначено у нас уже послезавтра, на четверг в 11.00 по Москве. Мы услышим о новой, скорее всего, пересмотренной актуальной процентной ставке. Стоит ли Центральному банку снижать процентные ставки, как вы думаете? Конечно же, стоит. Вопрос даже не в том, стоит ли это делать, а на сколько ее снизить. А сейчас практически уже заложена в цену возможность коррекции ставки на 1%, но есть и более, на мой взгляд, даже реальные ожидания делать ставку на то, что ее снизят как минимум на 2%. То есть, с 14% до 12%. Что может располагать к этому? Во-первых, укрепление рубля, которое мы наблюдали в последние дни. Во-вторых, комментарии со стороны руководителей соответствующих ведомств, Министерства финансов, Минэкономразвития о сильной российской валюте. Во-вторых, необходимость поддерживать экономику, стимулировать, реанимировать процессы кредитования, потребительской активности и, соответственно, стимулирование, направленное также на ослом инфляционных ожиданий, которые присутствуют на рынке. Все эти факторы вкупе могут стать причиной конкретных решений, может быть, даже достаточно радикальных, и к радикальным решениям я отношу как раз возможности снижения ставки на 2%. Разумеется, если это произойдет, российская валюта у нас снова окажется под давлением, и по факту этого решения сможет как минимум добраться до уровня 55-56 против американского конкурента. Есть серьезные основания делать ставку именно на движение в район этого ценового ориентира, поскольку все-таки нетривиальный фундаментальный фон и очень серьезные события для российского рынка. Идем дальше. Евро, доллар. Вчерашняя торговая сессия снова восстановительная для главного валютного риска. Если посмотреть локальный хай, который мы наблюдали вчера по евро, это выше уровня 1.09. В плане техники, на которую мы сделали акцент по итогам нашего вчерашнего брифинга, действительно есть все возможности для европейского актива добраться до уровня ближайшего сопротивления. Он обозначен в районе 1.10. И поскольку греческий вопрос продолжает игнорироваться, евро, долларом, можно предположить, что в качестве локальных катализаторов роста используются как раз технические факторы. Что касается греческой ситуации. Вопрос по-прежнему подвешен. Еще раз напомню, что по итогам заседания Еврогруппы в пятницу никаких прорывных решений достигнуто не было. Из интересного фундаментального фона можно отметить, я вчера в формате breaking news сообщение от Греции, это ближе к вечеру уже, что к концу завтрашней торговой сессии они предоставят пакет реформ. Но вы прекрасно понимаете, что просто предоставить пакет реформ сейчас недостаточно. Нужно, чтобы эти реформы были согласованы, нужно, чтобы они полностью устроили и Европейскую комиссию, и Европейский центральный банк, и Международный валютный фонд. Поскольку только в этом случае можно будет Греции рассчитывать на разбокировку транша кредитных средств и так называемой спасительной ликвидности для Греции. Также греки отмечают, что с высокой долей вероятности оценивают именно позитивный исход достижения компромисса уже буквально до конца апреля. Я думаю, что особо поддаваться на этот чрезмерный излишний оптимизм сейчас не стоит, поскольку если отмотать немножко назад, до заседания Еврогруппы, Греция также использовала своего рода спекулятивную атаку на информационный фонд, сообщив о том, что они высоко оценивают шансы на договоренность по итогам встречи Еврогруппы. Встреча прошла, компромисса, как вы знаете, нет, договоренности и соглашений тоже нет. Поэтому, скорее всего, это очередная игра слов, дальше слов, собственно, не идет, дело за словом не следует, поэтому в целом это по-прежнему риски для европейской валюты, для пары евро-доллар. И если в ближайшее время, скажем, техника все-таки не будет располагать возможности движения евро-доллара в район 1.10, я думаю, что евро у нас снова окажется под прессом, особенно в случае возможности какого-то дополнительного негатива со стороны греческого вопроса. И отправиться к нашему долгосрочному ориентиру, это 1.05. Что касается дополнительного фона и, на мой взгляд, очень серьезного события, способного сказаться в прямом смысле весьма радикальным образом на тех локальных трендах, которые мы наблюдаем сейчас. Это завтрашняя ставка ФРС, по сути заседание Федерального комитета по открытым операциям на финансовых рынках США. Ставка, разумеется, если посмотрите на прогнозы, если также детально отслеживаете последние заявления, сейчас изменена, разумеется, не будет, поскольку в лучшем случае сейчас сроки касательно первого повышения процентной ставки уходят уже даже с июня на сентябрь. Но это очень интересная спиклютивная тема, сейчас еще чуть позже к ней вернемся. Поскольку по евро-доллару мы ожидаем завтра, точнее по американской статистике, важное событие, возможные намеки на дальнейшие курсы монетарного режима, разумеется, это окажет свое влияние и на динамику доллара, и, соответственно, на рисковые инструменты. И я все-таки надеюсь, что даже вопреки последним слабым макроэкономическим данным, анализируемым по американской экономике, это рынок труда, рынок недвижимости, промышленный сектор, это те, скажем, слабые фундаментальные обстоятельства, которые вряд ли будут иметь систематичное повторение. И, может быть, их стоит списать на, скажем, локальный такой сезонный эффект. В любом случае, картина прояснится завтра, завтра вечером, и в четверг, я думаю, что у нас будет уже достаточно, скажем, поводов, возможностей, аргументов. Мы будем полностью вооружены информационной картиной дня для того, чтобы поставить конкретные дальнейшие цели по основным валютным инструментам. Что касается американской валюты по итогам вчерашней торговой сессии. Вы видели то, что доллар снова предпринял против японского конкурента попытку добраться до уровня 120. С чем это было связано? Скорее всего, восходящее движение доллара можно объяснить с позитивной динамикой американского долгового рынка. Если мы посмотрим на то, как вели себя 10-летние и 30-летние бумаги доходности снова выросли. Почему? Конечно же, это связано с ожиданием какой-то более-менее очевидной конкретики по факту заседания Федерального комитета. То есть, это, опять же, событие среды. Что касается других факторов, оказавших локальную поддержку доллару против японской валюты, стоит отметить решение фичи о снижении суверенного рейтинга Японии с уровня A+, до A. Скорее всего, столь радикальное решение связано с тем, что у Японии страшная долговая нагрузка по отношению к УВП. Как Вы думаете, на каком уровне она находится по отношению к УВП? 300 – это круто. Если бы... 244. Ну, может, я бы... Потому что, если бы 300 было, фич, модис и S&P снизили бы эту планку, точнее, рейтинг далеко за пределы A, как только бы долг превысил 250. Ну, это классическая теория. Ну, интересно будет посмотреть на тот источник, если скинешь на ссылку. Сейчас официальная статистика 244 – это долг нагрузка по отношению к УВП. И, разумеется, это негативный фактор для перспектив японской валюты. В частности, фич позволили себе расфитиковать даже текущее монетарное руководство Японии, сообщив о том, что в последнее время они напрочь упускают такое понятие, как бюджетная политика. И, скажем, позабыв о реальном монетарном курсе, которого должен придерживаться японский мегарегулятор, в принципе, эти проблемы, характерные для рынка уже на протяжении многих лет, не удается изменить даже синза Абе. Поэтому мы снова через подобные факторы возвращаемся к теме необходимых дополнительных экономических стимулов, действительно нужных сейчас Японии, и возможного расширения объема программы количественного смягчения с 80 триллионов йен в год, может быть, даже еще триллионов на 40, на 50. Это решение мы с вами ждем уже давно, но, разумеется, как только оно будет более реальное для рынка, уже по динамике японской валюты будет понятно, что она готовится к подобным действиям со стороны их национального мегарегулятора. Поэтому сейчас, говоря про перспективы пары доллар-японская йена, в ожидании завтрашней торговой сессии можно сделать ставку на то, что эта пара сможет принять попытку закрепиться выше 120 йен против доллара. Что касается ближайшего уровня мощной поддержки, то посмотрите на дневках, это уровень 118.75. Если он будет протестирован, я думаю, что уже после торговой сессии среды, а в случае реализации негативного сценария для доллара, можно будет поставить более коррекционные ожидания и возможность посадки американца еще на более глубокий уровень. Теперь снова вернемся все-таки к заседанию ФРС, точнее к заседанию Федерального комитета по открытым операциям на финансовых рынках. Разумеется, интересен даже не факт публикации процентной ставки, а комментарии, которые будут сделаны после этого. Поскольку текущее заседание ФРС не будет кратизоваться традиционной после этого пресс-конференции монетарного руководства, все-таки конкретные формулировки мы услышим. И я предложил бы сделать вам ставку на возможное заявление о потенциальном решении выхода из целевого диапазона ставки на ближайшую перспективу. Точно такой же формулировкой руководствовался ФРС по итогам прошлого заседания. Но они тогда дали четко понять, что не ожидают повышения процентной ставки по итогам заседания ФРС в апреле. Вопрос на засыпку. Мы с вами ожидали, что в апреле будет повышена процентная ставка? Конечно же нет. Этого не ожидал никто. Поэтому интересно, конечно, это игра слов со стороны американского мегарегулятора. Но поскольку мы увидели, как чутко доллар реагировал на это, то же самое можно ожидать и сейчас. Если фокус будет смещен, соответственно, с июня, подобной формулировки, то да, это негативный фактор для американской валюты. Но если эта формулировка будет попросту опущена, и мы останемся один на один с рынком и с возможностью увидеть коррекцию монетарной политики, я думаю, что это можно будет использовать в качестве фактора роста и укрепления американской валюты. По доллару ясно? Еще хотел обратить ваше внимание на перспективы австралийской валюты. Откройте, пожалуйста, графики. На каком уровне пара торгуется сейчас? 0,78, 0,86. В любом случае, очень хороший уровень, поскольку он позволяет нам обратить внимание на возможность как раз пробития сейчас буквально через несколько пунктов, очень важного сопротивления. На каком уровне она находится? В дневке, а вот в USD. 0,78, 0,90. До него несколько пунктов. По идее, конечно, можно руководствоваться следующей логикой технического характера. Если этот уровень, соответственно, пойдет, можно будет сделать ставку на возможность сохранения этого восстановительного ипуса и еще более восходящего и агрессивного движения австралийца против американского доллара. Я вам сейчас рекомендую обратить внимание на другой подход к использованию этого технического сигнала. Сделать ставку в случае его пробития не на дальнейшее движение, а на возможность зайти в коррекционную сделку по австралийцу против доллара по более комфортному уровню. То есть на уровне 0,78, 0,90, а лучше 0,79 необходимо поставить какой отложник? Селл-лимит. Селл-лимит. С чем это связано? Это связано с тем, что мы по-прежнему имеем очень много сигналов, указывающих на то, что резервный банк Австралии может как минимум еще раз в этом году снизить процентную ставку. Вспомните последний комментарий Гленна Стивенсона по итогам выступления в Нью-Йорке перед форматом конференции, устроенной Международным валютным фондом. Он сделал точную ставку на то, что монетарная политика может потерпеть определенные изменения, и в целях стимулирования экономики резервный банк Австралии может еще раз снизить процентную ставку до рекордного минимума в 2%. После этого, правда, мы анализировали данные по рынку труда, по инфляции, и статистика оказалась вроде бы неплохой. Поэтому австралийцы решили пересмотреть возможные сроки повышения процентной ставки и использовать хорошую статистику как неплохой бычий сигнал. Но сейчас на рынке по-прежнему по мере приближения заседания резервного банка Австралии трейдеры снова возвращаются к теме необходимости дебанкных стимулов и возможности услышать о еще одном снижении процентной ставки. Джиби Морган Чейз увеличил свои короткие позиции по этому валютному активу. И я хочу предложить вам еще один фактор возможной слабости австралийца. Это данные по бюджету. Последний отчет по состоянию бюджета австралийской экономики указывает на наличие серьезного дефицита в районе 25%. Очень важный показатель, поскольку если дефицит бюджета завалится за 30%, рейтинговые агентства, о которых мы уже говорили, могут снизить, соответственно, суверенный рейтинг Австралии и очень сильно подорвать инвестиционный климат в стране. Поскольку после заката бума горнодобывающего сектора с инвестициями в Австралии и без того настоящая проблема, прямо говоря, труба, еще один дополнительный негативный фактор может окончательно решить инвестиции в этот регион и указать, по сути, раскрытием в новом цвете актуальные, серьезные и присутствующие экономические проблемы. И, разумеется, эти проблемы можно будет уже снова анализировать через необходимость новых экономических стимулов. И опять же, возвращаемся к теме еще одного снижения процветной ставки. Поэтому вот так, с миру по нитке получается, что у нас достаточно аргументов, позволяющих сделать ставку на оппозиционное ослабление австралийца. И тестирование ближайшего уровня сопротивления я предлагаю вам все-таки, скажем, трактовать как возможность для занятия очень перспективного шорта. Ясно? Вопрос есть, ребята? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем дополнительных комментариев и вопросов на нашем официальном канале Аммаркетса. Оставляйте ваши вопросы под видео окном. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.